Выборы депутатов Ивановской областной думы 6-го созыва запланированы на 8 сентября 2013 года. На заседании правительства вопрос об оказании помощи избирательным комиссиям. Ивановцам предстоит избрать 26 парламентариев. Некоторые участки, как и в прошлые выборы, будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней, так называемыми КАИБами. Стоят они около 70 тысяч рублей. Все расходы берет на себя Центральная избирательная комиссия. На сегодняшний день Центральной избирательной комиссии модернизируются КАИБы, поскольку, как вы знаете, количество региональных отделений политических партий существенно увеличилось в Российской Федерации. И КАИБы технически не могут читать в таком формате бюллетеней. То есть сейчас ЦИК проводит работу по модернизации этих КАИБов. Готовится к предстоящим выборам и полиция. Сотни сотрудников будут обеспечивать порядок на избирательных участках. В обязательном порядке будут обследованы территории, прилегающие к избирательным участкам, близлежащие дома, чердаки, подвала на предмет оборужения взрывоопасных предметов. Предусмотрено круглосуточное охрана избирательных участков с момента завоза бюллетеней. На прошлых выборах президента за процедурой голосования можно было наблюдать в онлайн-режиме. Повторить эту практику возможно и в сентябре. Оборудование, приобретенное на федеральные средства, сейчас находится в собственности Ростелекома. Лежит на складах в целости и сохранности. Затраты на организацию онлайн-режима, включающие доступ к сети передачи данных, видеотрансляцию в режиме реального времени, сбор видеозаписей, хранение видеозаписей составляют в настоящее время 31 тысячу за одну точку. Чтобы оборудовать 776 участков, Ростелеком просит у избирательной комиссии около 30 миллионов рублей. Однако на выборы денег из областного бюджета и так потребуется немало. На повышение правовой культуры, конечно, правительство будет изыскивать деньги. Я не могу обещать избирательной комиссии Ивановской области, что это будут десятки миллионов рублей. Но разумные средства, направленные на подготовку и резерва, на постоянное обучение резерва составов участковых избирательных комиссий, и на обучение тех, кого избиркомы назначат в состав избирательных комиссий, конечно, областью будут безусловно изысканы. А вот на видеотрансляцию деньги выделять нецелесообразно. Так посчитали чиновники. Миллионам найдут более продуктивное применение. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иваново.